Привет друзья, с вами компьютерный портал f1cd.ru Предлагаем вашему вниманию обзор видеокарты Sapphire Toxic R9 270X Размеры карты составляют 308х113х41 мм Что весьма прилично и потребует подходящего по размеру корпуса Чтобы карта не упиралась в отсек для жестких дисков На лицевой стороне устройства мы видим черно-желтый пластиковый кожух системы охлаждения с тремя вентиляторами Два диаметром 85 мм и один 70 мм Всего в основном алюминиевом радиаторе 5 10 мм тепловых трубок Три из которых идут в мелко набранный вторичный радиатор На верхней грани, украшенной логотипом Sapphire с желтой подсветкой Расположены два коннектора 6 пин для подключения дополнительного питания Подсвечиваемая кнопка UEFI BIOS Два разъема для объединения карт в Crossfire X На левом торце видеокарты вместе с решеткой находятся все выходы Полноразмерный дисплейпорт HDMI, DVI-D и DVI-I Обратная сторона видеокарты закрыта металлической пластиной с прорезями Защищающей карту от деформации и дополнительно рассеивающей тепло 6 светодиодных индикаторов показывают нагрузку на видеокарту Во время тестирования модель показала себя очень неплохо Производительность неразогнанного видеочипа нисколько не уступает Radeon HD 7870 А в серии Sapphire Toxic видеокарта еще и предразогнана на заводе Что оказывается порой критично для производительности Графический процессор разогнан со стандартной тактовой частоты 1050 МГц до 1150 МГц А память с 1400 до 1500 МГц Температура на уровне 59 градусов полной нагрузки FurMark Особенно с учетом заводского разгона и не на полных оборотах системы охлаждения Это хороший результат Стоимость Sapphire Toxic R9 270X на момент тестирования составляет примерно 9000 рублей Это вполне соответствует уровню производительности видеокарты Особенно учитывая заводской разгон и превосходную систему охлаждения Отличающую ее от стандартного исполнения Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»